Добрый день, меня зовут Удовина Наташа, художник компании Таир. В сегодняшнем видео мы очень подробно говорим о двухшаговом кракелюре. Разберемся, как именно этот кракелюр создавать, и проведем интересные эксперименты с разными основами и составами. Давайте сразу договоримся, что мы рассматриваем кракелюрный лак производства компании Таир, и все опыты ставим именно на нем. У нас уже выходило подобное большое видео про одношаговый кракелюр. Ссылку на него обязательно оставим в описании к видео. Повторим основную информацию. Что такое кракелюр? Это одна из техничесостаривания, искусственно созданная трещина в лаке или краске. Большую популярность приема имеет в декоре, но все чаще используется для арт-работы. Кто-то хочет придать классическим картинам состаренный вид, а кто-то использует для создания фактуры и эффектов современной акриловой женипси. Существует два вида кракелюра. Одношаговый, имитируя трещины в краске. Подобные трещины выглядят как облупившаяся со временем краска и часто встречаются в дачных условиях. Для создания одношагового кракелюра нужен только кракелюрный лак и краска, которую он будет растрескивать. Двушаговый имитирует трещины в лаке. Такого рода трещины похожи на тонкую сетку. Часто можно увидеть на старых картинах в музее. Именно об этом виде кракелюра сегодня мы и будем говорить. Для двушагового кракелюра нужно два состава. Кракелюрный плюс шелочный лак. Что трескается в двушаговом кракелюре? Как и в одношаговом кракелюре, растрескается сам кракелюрный лак. Просто в одношаговом он еще растрескивает вместе с собой краску, которую нанесет нас вверх. Как сделать двушаговый кракелюр, чтобы он точно получился? Нанесение двухшагового кракелюра – это почти всегда последний или предпоследний шаг в декоре. Когда само изделие либо картина уже готово, но хочется применить эффект растрескивания. Для примера я буду использовать вот такую шкатулку. Здесь уже выполнены несложные докупаж и окрашивания. И осталось добавить только трещины. Чтобы кракелюрный лак хорошо и плотно ложился на поверхность, сперва надо защитить ее любым другим лаком. Чаще всего в инструкциях говорится про шелачный лак. Но для основы подойдут и другие лаки. Чуть позже мы разберем это в блоке эксперимента. Лакировать следует в несколько слоев, пока поверхность не станет гладкой. Это нужно, чтобы кракелюрный лак не впитался в поверхность, а остался плотным слоем поверх нанесенного лака. После высыхания наносим слой кракелюрного лака. Многие почему-то жалеют кракелюрный лак и наносят его полусухим тонким слоем. Не надо так. Трещины получаются выразительнее и крупнее, если наносить кракелюрный лак плотным слоем. Даем кракелюрному лаку высохнуть естественным путем. Это капризный лак. И в зависимости от его толщины, температуры и влажности воздуха в помещении, он может сохнуть от нескольких часов до целых суток. По мере высыхания на лаке начинают образовываться трещины. Если слой лака был тонким, то трещины могут быть очень тонкими и заметными только на свету. Если вдруг лак высох, а трещина так и не появилась, вот тогда можно взять в руки фен и прогреть лакированную поверхность теплым воздухом несколько минут. Или оставить изделие в теплом месте, например, рядом с радиатором. Следующий шаг – проявление трещин, то есть затирка в них 5 минут. В экспериментах поговорим подробнее, но на мой взгляд самый надежный вариант – это масляная краска. Небольшое количество краски набирается на кусочек натуральной ткани и растирается по всей поверхности, где планируется показать трещины. Масляная краска очень хорошо разносится и седает в трещины. Излишки краски стираются с поверхности чистой тряпочкой, но масло слегка тонирует и саму поверхность. Это надо учитывать. В моем случае я еще добавляю сверху сухой золотой пигмент, чтобы поддержать золотые элементы на шкатулке. Мы еще поговорим про затирку с сухим пигментом. В данном случае он ложится и как бы приклеивается на масляную краску. Масло сохнет довольно долго, но в трещины оно попадает в небольшом количестве, так что перед следующей лакировкой достаточно подождать около часа. Кракелюрный лак не водостойкий, поэтому его надо закрутить. Для этого лучше всего использовать шелачный лак, покрываем плоской синтетической кистью и для надежности можно нанести несколько слоев. Это основные моменты, которые нужно знать, чтобы гарантированно получить трещины в двухшаговом кракелюре. А теперь перейдем к обширному блоку экспериментов. Основа. Давайте посмотрим на процесс двушагового кракелюра в разрезе. Сперва идет основа. Это почти любая твердая поверхность или холст. Затем идет слой декора. Это может быть декупаж, живопись или роспись, или просто слой краски. Затем идут слои защитного лака. А затем кракелюрный лак. После высыхания в нем появляются трещины, которые мы делаем видимыми, втирая в них масляную краску. Но и финальный слой – защитный лак. Я буду показывать все на фанерных квадратиках, окрашенных в одинаковый оттенок. Чтобы лучше было видно трещины и различия в них, важно, чтобы слой декора был выполнен водостойкими материалами. Гуашек, варель и некоторые маркеры расплывутся при попытке закрыть их лаками. Поэтому я работаю поверх акриловых красок. Давайте тестировать, какие лаки нужно использовать в качестве первого шага. Первое. Акриловый матовый лак. Наносим на поверхность в 2-3 слоя с промежуточной просушкой. Нам нужно, чтобы слой кракелюрного лака как можно меньше впитался в предыдущий слой, потому что именно в нем после высыхания появятся трещины. Если кракелюрный лак сильно впитается в дерево или холстину, то и трещин почти не будет. Поэтому мы и наносим несколько слоев защитного лака перед ним. После высыхания наносим плотный слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на ночь. Затем беру масляную краску и стираю в трещины. Излишки краски стираю чистой тряпочкой. Смотрим. Все хорошо. Есть как длинное, так и большое количество мелких трещин. Второе. Акриловый глянцевый лак. Наносим с просушкой 2-3 слоя. А после высыхания кракелюрный. Смотрите, кракелюрный лак как будто проскальзывает в некоторых местах, образуя проплешины. После высыхания затираем. Результат явно хуже, чем на матовом лаке. Трещины появились только местами. Там, где лак проскальзывал, они либо едва заметны, либо их вообще нет. Третье. Акриловый глянцевый лак. Наносим несколько слоев с просушкой. После высыхания наносим кракелюрный лак. Смотрите, что происходит. Лак очень сильно скользит, как будто наносится на жирную поверхность, образуя интересные факторы из дырочек. Разровнять кракелюрный лак кистью не получается. После высыхания затираем масляную краску. На мой вкус получился интересный результат. Здесь есть и глубокие трещины, и мелкие, и даже проплешины интересно затерлись. Это не совсем то, чего мы ждем от классического двухшагового кракелюра, но возьму это сочетание на заметку. Четвертое. Финишный лак. Наносим несколько слоев с просушкой. После высыхания последнего кракелюрный лак. Местами он чуть-чуть проскальзывает, но в целом хорошо ложится на финишный лак. Во время затирки появляются хорошие разнообразные трещины. Осталось только небольшое пятнышко там, где лак проскользил. Пятое. Домарный лак. Наносим несколько слоев с просушкой. Домарный лак сохнет долго, я наносила второй слой через день. Затем кракелюрный лак. После просушки затираем. Все идеально, мне нравится результат. Шестое. Шелачный лак. Наносим несколько слоев с просушкой. Лак сохнет довольно быстро, минут 15-20. Затем наносим кракелюрный лак. После высыхания затираем масляной краской. Шелачный лак – это классика, проверенная временем. Конечно, трещины предсказуемы получаются. Седьмое. Яхтный лак. Его можно наносить методом наливания. Сразу дать толстый слой. Этим ограничиться. Если наносить кистью или губкой, то надежнее будет также нанести несколько слоев. Наносим кракелюрный лак и сушим его. Лак застыл не очень равномерно. Там, где он лег толстым слоем, получились толстые глубокие трещины. Тонкие трещины выглядят тоже необычно. Они находятся близко друг к другу и как будто двоятся. Что ж, это тоже рабочий вариант. Восьмой лак – цапон. Тоже наношу его методом наливания. После высыхания очередь кракелюрного лака. А после его высыхания – затирка. Трещины получаются, хотя и выглядят тонкими. Но, возможно, это как раз тот случай, когда одного слоя защитного лака оказалось мало, и он сильно впитался в дерево. Девятый. Эпоксидная смола. Замешиваем состав по инструкции и выливаем на квадратик. Сушим. Я хорошо распределяла смолу, но, видимо, у меня не очень ровный стол. И при высыхании она состыла неравномерно. Кракелюрный лак я наносила плотным слоем, но он шел тяжело, как будто тянулся. После высыхания лака на просвет заметна сетка мелких и тонких трещин. Но когда я стала затирать их, они затирались только местами, как будто они такие тонкие, что в них не затирается пигмент. Мне не очень нравится результат. Без лакировки. Чтобы доказать, что первый этап с нанесением защитного лака очень важен, на один окрашенный квадратик сразу наношу кракелюрный лак. Сушу, а затем стираю масляную краску. Смотрите, тонкие микротрещины все-таки появились, потому что акриловая краска тоже дает в достойкий слой. Но из-за пористости красочного слоя часть лака неизбежно впитывается в него. Разница между результатами с использованием защитного лака и без очевидна. Вывод. Кракелюрный лак дает прекрасные трещины практически на любой лакированной поверхности. Мне понравился результат на шелачном, домарном и финишных лаках. Акриловый матовый лак тоже имеет место быть в качестве основы, но мне он кажется менее предсказуемым. И сетка трещин на нем очевидно более тонкая. Новичкам я бы все-таки рекомендовала начинать с проверенными годами шелачного лака, а затем уже экспериментировать с другими лаками. Также давайте в этом блоке рассмотрим, как поведет себя кракелюрный лак на других поверхностях. Холст. Наносим краску. У меня акриловая. Для имитации живописи я даже делаю несколько разноцветных мазков. После высыхания краски закрываю холст двумя слоями шелачного лака с просушкой каждого. После высыхания шелака наношу кракелюрный лак. После высыхания кракелюрного затираю масляную краску и получаю прекрасные трещины. Холст без лакировки. Беру второй холст, делаю на нем рисунок акриловыми красками. Сразу наношу кракелюрный лак, минуя этап с защитным лаком. После высыхания трещин не видно. На всякий случай прогреваю поверхность феном и сдираю масляной краской. Появляются очень тонкие маленькие трещины, но смотрятся они невыразительно и издалека больше похожи на грязь. Бумага. Сделаем акрилом небольшой рисунок на плотной акварельной бумаге. После высыхания наносим пару слоев шелачного лака. Затем наносим кракелюрный лак, сушим и сдираем масляную краску. И получаем замечательные трещины. Бумага без лакировки. Если рисунок на бумаге не защитить лаком и сразу нанести кракелюрный лак, то трещины либо не будут, либо они будут настолько мелкими, что будут заметны только вблизи. Стекло. Очень заманчивая идея создать трещины на прозрачной поверхности. Но если наносить кракелюрный лак сразу на стекло, то он будет проскальзывать и собираться. Поэтому сначала закрываем стекло защитным лаком. Я использую шелачный. После высыхания наносим кракелюрный лак. И вот теперь он ложится хорошо. Выдержав около 5 часов на просушку, любуемся вот такими чудесными трещинами. Если есть желание оставить их в таком виде, нужно обязательно закрыть изделие несколькими слоями шелачного лака. Ну а я затираю масляной краской. Тоже интересный результат. Но также обязательно надо защитить изделие лаком. Металл. Все то же самое. На голой металлической поверхности кракелюрный лак скользит. Но если сперва закрыть ее шелачным лаком, то кракелюрный ложится хорошо. После высыхания появляются трещины, которые можно затереть масляной краской. В финише я закрываю поверхность шелачным лаком. И отдельный вопрос про масляную живопись. Покрасим масляной краской один квадрат. Когда масло надежно высохло, сроки зависят от пигмента краски и толщины ее слоя. Наносим кракелюрный лак. Смотрите, он скатывается с масла, как сокрыт фисташкового лака. Пробую поверх высохшей масляной живопись на холсте. Результат тот же самый. Кракелюрный лак собирается мелкими капельками. Другой образец живописи закрываю сперва домарным лаком. Даю ему высохнуть. А потом уже наношу кракелюрный лак. Вот теперь кракелюрный лак ложится хорошо. Сравните верхний образец кракелюрный лак поверх масла, нижний поверх масла, покрытого домарным лаком. После высыхания появляются трещины, которые можно затереть другой масляной краской. Там, где кракелюр был нанесен поверх домарного лака, получились привычные нам трещины. А там, где кракелюр был нанесен сразу на масло, появились вот такие пятна из-за проплешин. Особенно это заметно на квадратике. Но мне, как любитель интересных фактур, такое, конечно же, очень нравится. Далее можно оставить все как есть, но я не советую. Кракелюрный лак подлипает и будет собирать на себя пыль. Лучше после высыхания масляной краски закрыть всю картину еще раз домарным лаком. Толщина слоя. Проверим, влияет на толщина слоя на количество и качество трещин. Защищаем три квадратика несколькими слоями шелочного лака. Затем на один квадрат нанесем кракелюрный лак очень тонко, едва набирая на кисть и растаскивая к поверхности. На второй нанесем слой потолще. На третий жирный толстый слой. Сушим. Кракелюрный лак тонирует поверхность и чем толще его слой, тем сильнее эффект. Затираем масляную краску на всех образцах. В тонком слое трещины такие мелкие, что их видно только если поднести квадратик близко к глазам. В среднем слое результат хороший. В толстом слое у меня точно кривой стол, потому что лак немножко убежал на бок. Зато очень наглядно видно, что там, где лака больше, там и сетка трещин более крупная. Однако в толстом слое могут появляться вот такие точки. Это значит, что в лаке застыли пузырьки воздуха. Я обычно наношу плотный средний слой лака, чтобы не очень тонировать цвета основы, но получать выразительная заметная трещина. Просушка. Я выступаю за естественную сушку кракелюрного лака. Если сразу сушить кракелюрный лак феном, можно столкнуться с тем, что лак схватится сверху, но внутри останется непросухшим. И тогда потом при затирке размажется или оставит себе отпечатки. Мой совет. Естественная сушка не менее одной ночи или даже полных суток, а затем досушивание теплым воздухом из фена. Кракелюр не кракелюрит. Помните, если вы долго просушили, а трещины не видно, это не значит, что не сработал кракелюрный лак. Возможно, для капризного лака в помещении прохладно или влажно. Несколько минут прогрейте изделие феном и трещин начнут появляться. Если в этом случае трещин нет, значит ошибка была допущена ранее. Например, слишком тонкий слой кракелюрного лака или мало слоев защитного лака. Если есть возможность, можно смыть слой кракелюрного лака водой, нанести дополнительные слои защитного лака и снова нанести кракелюрный лак плотным слоем. В этот раз все получилось. У меня ни разу не было случая, что двушаговый кракелюр просто не сработал. И у вас все получится. Просто соблюдайте все этапы и не торопитесь. Затирка и смывание. После того, как кракелюрный лак высох, на нем появляются трещины. Но видно их сперва только на свету, потому что кракелюрный лак прозрачный. Трещину нужно проявить. Это делается методом затирки. Я делаю кракелюр на двух квадратиков каждого вида. Первый вариант затирки. Масляная краска. Выдавливаем краску на палитру или на бумажку, чтобы потом не отмывать палитру от масла. Берем кусочек натуральной ткани, макаем в краску и круговыми движениями начинаем затирать всю поверхность трещинами. В естественном виде в жизни кракелюр становится виден, когда в трещины, образовавшиеся в лаке, попадает пыль, и чаще всего трещины все-таки темные. Для такой естественности можно выбрать в масляных красках оттенок натурального умбрая. Чтобы трещина была лучше видна, выбирайте контрастное сочетание светлой затирки для темного фона и наоборот. Можно на одной работе делать затирку разных оттенков, если того требует ваш замысел. Даем масляной краске просохнуть хотя бы час-полтора. Затем можно закрыть всю поверхность финальным слоем шелачного лака. Многие спрашивают, можно ли смывать каркелерный лак, чтобы избавиться от желтизны, которую он дает. Можно, но не всегда. С масляной затиркой смывать можно, но надо хорошо просушить поверхность после затирки краски. От нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от пигмента. Смывается каркелерный лак мягкой поролоновой губкой, обильно смоченной теплой водой. Важно не тереть очень сильно, чтобы не стереть трещины механическим путем. Хотя в некоторых случаях это можно делать специально, оставляя трещины только местами. Я попробовала сделать так на одной из грани шкатулки. Мне очень понравилось. Посмотрите, как различается результат со смывкой и без. Второй вариант затирки битумный лак. Затираем, используя ткань. Мне также понравился этот вариант. Удобство затирания и результата он похож на масляную краску, только нет выбора разных оттенков. Просушим около часа. Затем можно закрыть слоем шелачного лака. После битумного лака каркелерный лак также можно смыть, но нужно просушить битум подольше, хотя бы пару суток. И также важно не тереть губкой очень сильно. Сравним результаты со смыванием и без него. Третий вариант затирки. Сухой пигмент. Эта идея привлекательная, потому что можно натереть грифель акварельного карандаша или взять тени для век. Но сомнительная. Во-первых, сухой пигмент плохо и неравномерно разносится, ведь даже высохший каркелерный лак немного подлипает. Во-вторых, при дальнейшей лакировке пигмент логично вымывается из трещи. Теоретически такой вариант можно будет закрепить тонким слоем лака из баллончика. В данном случае про смывание речи не идет, потому что смывается и каркелерный лак и сам пигмент. Результаты с сухой затиркой не впечатляют, согласитесь? Четвертый вариант. Сухой пигмент в масле. Сухой пигмент смешивается с капелькой масла. В таком виде он гораздо комфортнее и равномернее разносится. Но разные масла полимеризуются в разные сроки. Я брала обычный подсолнечный и сушила его двое суток. После этого закрываю шлачным лаком. Получается довольно равномерная лакировка. Хотя на бумаге видно, что пигмент слегка вымывается. Значит, масло не досохло. Особенно это видно при смывании. Если тереть чуть интенсивнее, то затирка смывается. Надо либо дольше сушить, либо брать масла, которые быстрее полимеризуются. Например, длиною. Почему нельзя использовать для затирки краски на водной основе? Гуаши, акварель или акрил. Именно потому, что они водные. Они будут смывать каркелюр и просто окрашивать поверхность. Вывод. Мы рассмотрели разные затирки, чтобы каждый смог выбрать что-то свое. Смывать или не смывать каркелюрный лак это уже дело вкуса. Я обычно не смываю. Да, каркелюрный лак немного тонирует изделие или картину в легкий желтоватый оттенок. Но это техника состаривания и мне даже нравится такой эффект. Лакировка. Если каркелюрный лак не смывается, то его надо обязательно защитить, так как он не водостойкий. Давайте рассмотрим разные лаки для закрепления трещин. На всех квадратах я уже сделала каркелюр и затирку масляной краской. Дала ей просохнуть несколько часов. Первое. Акриновый лак. Думаю, вы уже знаете ответ. Акриловый лак модный, поэтому поверх каркелюрного лака он начинает растрескиваться либо даже сворачиваться, если несколько раз проводить по одному месту. На мой взгляд, это не самый лучший выбор для финальной лакировки. Второе. Шелочный лак. Классический вариант. Хорошо и надежно защищает каркелюр. Не подлипает и дает тонкий слой. Третье. Финишный лак. Тоже хороший тонкослойный результат. Четвертое. Акрилфисташковый лак. Помните, какую странную фактуру дал нам этот лак в качестве первого шага. А вот в качестве финиша он отлично ложится и защищает результат. Пятое. Домарный лак. Хороший результат для защитного слоя. Главное, помните, что он сохнет дольше других и какое-то время сохраняет подлипание. Шестое. Яфный лак. Отличный результат, если под рукой только строительные лаки. Седьмой. Лак Цапон. Тоже хороший результат. Восьмой. Эпоксидная смола. Намешиваем состав. Заливаем крокелюр сверху. Мне не понравилось, как эпоксидка повела себя в качестве первого слоя. Но в качестве защиты это очень красивый результат. Как будто крокелюр остался под слоем стекла. Вывод. Для финального слоя нам не подходят только лаки на водной основе. А вот все остальное дает хороший результат. Я выбираю для основы для финиша шелачный лак. Во-первых, он меня никогда не подводил. Во-вторых, он довольно быстро сохнет. Минут 15. А при желании можно ускорить высыхание с помощью фина. И в-третьих, он не так сильно пахнет, как строительные лаки или лаки для масляной жилописи. Надеюсь, что после этого видео у вас не осталось вопросов про создание двушагового крокелюра. Но если вдруг остался какой-то непонятный момент, обязательно пишите в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Купить крокелюрные и другие художественные лаки Таир можно на Озоне, Валберс. Все ссылки будут в описании к видео. Творите с удовольствием и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok